О, твой вкус можно сравнить только с закатами Трансильвании, которые я видел когда-то. Он столь же прекрасен. Но я так думаю, что с тобой пора заканчивать. Друзья, ну имейте совесть, у меня сейчас обедный перерыв. Посмотрите пока заставочку, а потом мы увидимся, хорошо? Вот и славненько. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин и одевайтесь потеплее. Сегодня мы отправимся в Трансильванию, 1897 года. На улице адский холод, а мы знакомимся с молодым юристом Джонатаном Харкером, который прибыл сюда из Англии, чтобы заключить договор купли-продажи имущества с одним старым графом. Подумаешь, плевое дело, надо-то только поставить пару закорючек и можно ехать домой. Красавице-жене, думает Джон. Но он и понятия не имеет, что за одним столом с ним сидит кровожадное чудовище, в планах у которого захват всего викторианского Лондона. И он уж точно не намерен так просто отпустить своего гостя. Итак, для начала хотелось бы отметить создателей сериала. Марка Геттиса и Стивена Моффата. Мужчинки, до этого подарившие нам некоторые эпизоды Доктора Кто, и само собой создатели Шерлока с базилевсом Гидроскотчем. И так же, как Шерлок был основан на произведениях сэра Артура Конан Дойла, Дракула основан на одноименном романе Брэма Стокера. Только нашего кровосисю создатели не перенесли в наше время, а оставили в оригинальной локации 1897 года. Оригинальный роман я не читал, но у меня на руках есть его графический вариант. И насколько я сверялся со сторонними источниками, история в них идентична. Почти один к одному. Сериал же, в свою очередь, начинается с событий романа и постепенно набирает новые и новые обороты. Поэтому, если вы читали оригинальный роман или графический, то история в сериале все равно будет для вас новинку. Ну а сам способ подачи сериала я бы сравнил с Академией Амбрелла или с пацанами. Так как сериал берет уже имеющиеся события и дополняет или изменяет их своими. Например, начинается сериал сразу мимо романа, но потом возвращается к нему, потом снова мимо и снова в роман. Вообще, смотря этот сериал, я долго не мог понять, что же за смешанные чувства я к нему испытываю. Вроде и визуал местами забавный, а вроде иногда и довольно жуткий, вроде бы театральщины отдает, а вроде и актеры неплохи, да и история затягивает. А потом я понял, этот сериал выглядит как старый добротный фильм ужасов, только пропущенный через ремастер. То есть он смотрится как ремейк, сохранивший дух оригинала. И как по мне, это довольно круто. Но есть и некоторые моменты, которые вызвали у меня, скажем так, легкий ступор. Обо всех я рассказывать не буду, а упомяну лишь первый. Наливаю я, значит, чайку да побольше, присаживаю свой популик, включаю кровосисю, 4 минуты 22 секунды полет нормальный. И тут... Вы понимаете суть моего вопроса? Кажется, да. Ответьте, мистер Харкер, у вас была близость с графом Дракулой. Пф! Так, я не понял, я что-то пропустил? Есть и некоторые другие моменты, которые я, скажем так, считаю лишними. Но картинку они не портят. А, скажем так, немного отвлекают. Ну а картинка вырисовывается в целом довольно жуткая. В хорошем смысле. Что ж, думаю, на этом можно и подытожить. Я бы сказал, это добротный мини-сериал, состоящий из трех эпизодов по 90 минут. Придется он по вкусу не всем, так как есть в нем некая такая определенная специфика, которая может оттолкнуть. Есть в нем и над чем посмеяться, даже там, где это не планировалось. Ну а есть и где поднапрячься. И я бы рекомендовал его к просмотру любителям старых ужастиков. Ну а вы пишите в комментариях, будете смотреть или все же старые сумерки не для вас. Ну а на этом у нас все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Кин, и если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы найдете ссылки для вашей поддержки канала, а также ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен, если подпишетесь. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в ваших кошмарах. Всем пока. Джонни, не смотрите на меня так. Вы были ребенком, и помните это чувство. Сломать игрушку, чтобы узнать, как она устроена. Вы чудовище. А вы адвокат. Никто не совершенен.